как зябнущая щенята. Кружится ветер белый, посвистывает на бегу. Мне нужно заняться делом, а я никак не могу. Эфир. Готовность 5 минут. Всё в мире сейчас загадочно. Всё будто летит куда-то. Метельно, красиво, сказочно. А сказкам я верю свято. Сказка, мечта полуношниц. Но где её взять? Откуда? А сердцу так чуда хочется. Хоть маленького, но чудо. Здрасте. Здрасте. Добавил субтитры Алексею Дубровскому Субтитры создавал DimaTorzok Моя собеседница, гид паломнической службы Радонеж Анна Мусан-Леви. Анна, здравствуйте! Здравствуйте! С Новым Годом! Ой, какая ёлочка! Или это что такое у вас там на балконе? Это у нас хибискус, который выполняет роль новогодней ёлочки за отсутствием таковой, а всё-таки хочется что-нибудь живое в квартире иметь. Вот он согласился. И что же в Иерусалиме всегда хибискус наряжают или есть разные варианты? А бывают ли ёлки? Ну, наряжают-то у нас те, кто наряжают, например, в греческих монастырях всё подряд. И кипарисы, и гранаты, и акации. Вот. Но вообще-то в Иерусалиме в новогоднюю ночь, в общем-то, ничего особенного не происходит. Дело в том, что у нас завтра обыкновенный рабочий день. Так что иерусалимцы сейчас все спят. Мамка! Это что? Оказывается, не все Иерусалимы спят в новогоднюю ночь. Так, быстренько спать. Дети, вы что? Вы замёрзнете? Марта? Прошу прощения. Пожалуйста, пожалуйста, мы с удовольствием повидали ваших деток. Так, да, они теперь, кажется, уже собрались. Они не единственные, на самом деле, кто не спит. Не спят русские в новогоднюю ночь. Наши русские израильтяне, несмотря на то, что завтра многим вставать на работу, празднуют Новый год, отчаянно празднуют Новый год, готовят стейки из свинины с молочным соусом, включают телевизор, зажигают ёлки и пьют шампанское. Вот. Но у нас в семье эта традиция не принята. Мы всё-таки празднуем Рождество, и Новый год уже давно-давно, ну, лет 10 мы уже не празднуем Новый год. Для меня Новый год связан с моими родителями. Пока они были с нами, мы праздновали Новый год. Поэтому сегодня, когда все спят, мне захотелось вот так посидеть на моём любимом балкончике и немножко повспоминать. Повспоминать о том, каким бывал Новый год, когда мы праздновали его ещё всей семьёй, и какие были всякие с нами интересные истории и приключения. Ну, как это чаще всего бывает в таких случаях, первые воспоминания, конечно, приходят из детства. Когда я была ещё девочкой, у нас была яхта. Вот у нормальных людей была дача, а у нас была яхта. И яхта эта была довольно далеко, на реке Днепре, в городе Днепропетровске. Но для этой яхты папа купил поразительную вещь, настоящую ракетницу. Это такой пистолет, который стреляет фонариком, светом таким, как бы вспышкой. То есть это на случай, если яхта терпит бедствие, нужно подать сигнал, сигнальный огонь как бы. Ну, купить-то он купил, а никогда мы этой ракетницей, естественно, не пользовались. Ну, не было случая. И вот в Новый год в Москве папа сказал после уже застолья, после уже приличной порции телевизора, ребята, хотите, пойдём сейчас во двор, и я вам выстрелю из ракетницы. Вы хоть посмотрите, как это выглядит. Мама и я сказали, да, ужасно хотим. И мы вышли в заснеженный такой московский дворик, кругом горят огонёчки, ёлочки мерцают. И папа сказал, ну, смотрите, то, что я делаю, это противозаконно. Если нас увидят, то могут заявить в милицию, потому что нельзя стрелять, да, и так вот это всё-таки оружие нестрельное. Значит, я выстрелю, и вы сразу пулей бегите в подъезд, чтобы никто не видел, что отстреляли мы. Папа подготовился, выстрелил, и мы с мамой пулей рванули в подъезд. Через две секунды открылась дверь в подъезд, и возбуждённый папа сказал, ну, как, видели? Мы сказали, нет. Ты же сказал, надо в подъезд бежать. Это было ужасно. Забавно пришлось стрелять второй раз. Папа тогда объяснил, вы сперва посмотрите, а потом побежите в подъезд. Ну и на второй раз мы уже увидели. Вот такой был Новый год, примерно 1988 года. Попью немножко чайку, уже отстыл. Пойду подогрею и вспомню чего-нибудь ещё. Анечка, замечательная история. Спасибо большое, я с вами не прощаюсь. Мы ещё не раз, я надеюсь, за эту ночь выйдем на связь и поговорим о Новом Годе в Иерусалиме, о традициях вашей семьи, о многом другом. Спасибо. Друзья, оставайтесь с нами, наш праздник продолжается. Смеркалось. На столе, блистая, шипел вечерний самовар, китайский чайник нагревая. Под ним клубился лёгкий пар. Разлитый Ольгиной рукою, по чашкам тёмною струёю уже душистый чай бежал. И сливки мальчик подавал. Татьяна пред окном стояла, на стёклах хладные дыша. Задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писала на отуманенном стекле заветный вензель. О, да иерусалим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Новый год слетает с неба Или из лесу идёт Или из сугробы снега К нам приходит Новый год Он, наверное, жил снежинкой На какой-нибудь звезде Или прятался пушинкой У мороза в бороде Спать залез он в холодильник Или к белочке в дупло Или в старенький будильник Он забрался под стекло Но всегда бывает чудо Но всегда бывает чудо На часах двенадцать бьёт И неведомо откуда К нам приходит Новый год! Когда приходит год молодой А старый уходит вдаль Снежинку хрупкую спрячь в ладонь Желание загадай Смотри с надеждой в ночную сень Не крепко ладонь сжимай И всё, о чём мечталось Проси, загадывай и желай И Новый год Что вот-вот настанет И вспомнит вмиг мечту твою Если снежинка не растает В твоей ладони не растает Пока часы двенадцать бьют Пока часы двенадцать бьют Когда приходит год молодой А старый уходит прочь Давно свершится мечте любой Такая уж эта ночь Затихнет всё и замрёт вокруг В преддверии новых дней И обернётся снежинка вдруг Жар птицы в руке твоей И Новый год Что вот-вот настанет Исполнит вмиг мечту твою Если снежинка не растает В твоей ладони не растает Пока часы двенадцать бьют Пока часы двенадцать бьют В эфире программа Есть что сказать Очередной праздничный выпуск С прямым включением из Иерусалима Анна Мусан-Леви рассказывает нам Об историях Святой Земли Связанных с Новым годом И Рождеством Христовым Анна, ещё раз здравствуйте Мы готовы слушать Здравствуйте и ещё раз И ещё раз с Новым годом В Иерусалиме в новогоднюю ночь Холодно Даже попахивает мороз Мерцают звёзды, мерцают огни Но вот о том, что у нас холодно зимой Знают далеко не все Многие представляют себе, что мы в Новый год В трусах под пальмой с кока-колой Но это совершенно не так И вот моя бабушка В своё время решила на Новый год Приехать в Иерусалим Погреться решила Бабушка, в Москве замёрзло, снег, мороз Бабушка приехала Сразу как-то ей показалось, что что-то прохладно Но всё-таки теплее, чем в Москве Ну вот, погрелась бабушка Ровно на Новый год Выпал снег Да ещё какой Завалило всё так, что у нас в саду Рухнула крыша Обвалилось всё Со всех мест, где где-то что-то лежало Согнуло пополам кипарис Который мы долго потом спасали Разгребая его от снега Ну, а бабушка, собственно, погрелась Она разгребала два дня лопатой снег в саду И была ужасно довольна Но у бабушки с собой была тёплая одежда Или вам пришлось срочно её закутывать во всё Что вы находили подходящего размера? Да, и это тоже Потому что бабушка из Москвы Особо ничего с собой брать не стала Она аж греться приехала Только сарафаны Да, но ей было ужасно забавно Потому что, поверьте мне Розы под снегом Пальмы под снегом Старый город в метели Это неподражаемо Это надо видеть И у нас бывали группы паломнические Которые попадали в снег И хотя они оказывались запертыми Например, в Вифлееме на пару дней Потому что, когда выпадает снег У нас парализует всю жизнь в городе То есть Иерусалим становится непроходимым И непроезжим То есть буквально всё парализовано Никто не идёт на работу Все лепят снеговиков и снежных баб И паломники, соответственно, оказываются запертыми Ну, собственно, вот там, где они находились В момент снегопада Но никто не жаловался Потому что это зрелище необыкновенное Анечка, вот как интересно Я-то подумала, что вся работа встаёт из-за отсутствия снегоуборочных машин А оказывается, просто снег помогает всем ощутить себя детьми И вот начинается такая детская жизнь Или то и другое вместе? И то и другое вместе Потому что, во-первых, снегоуборочная техника у нас хоть и есть, но она недостаточно А во-вторых, это же повод на работу не пойти Понимаете? Это же стихи Ну, а работодатели, они как с пониманием к этому относятся? Или они тоже играют в снежки при этом? Они тоже не идут на работу в этот день Они тоже не идут на работу Они тоже играют в снежки и лепят снежных баб А что ещё интересно У нас обязательно в эти дни надо кого-то спасать Обязательно какая-нибудь семья Притом почему-то обязательно с маленькими детьми Непременно куда-то в снегопад едет Обязательно застревает Вызывают чуть ли не вертолёты Чтобы спасать эту несчастную семью Она потом долго рассказывает по телевизору Как они три часа были в машине и мёрзли И не было у них связи Это вот уже классические Такие вот истории, случаи Во время снегопада Почему люди не смотрят прогноз погоды И выезжают, этого не знает никто Но это обязательный атрибут снега Замечательная, снежная, весёлая детская история Новогодняя от Анны Мусам-Леви Друзья, наше общение продолжится Будут и ещё истории в эту ночь Оставайтесь с нами Пускай твердят, зимою замирает все чувства в сердце И души полёт Но лишь любовь, как океан без края Зимою, как и летом, вновь цветёт Ей не страшны ни вьюги, ни метели Ни снегопад, ни ветер, ни мороз Любовь живёт, как мы того хотели Когда любовь надолго и всерьёз Ей не страшны ни боли, ни утраты Она жива, ты в это только верь Если ты любовь найдёшь когда-то Откроешь в счастье золотую дверь Любовь жива И среди снежной вьюги Она цветёт, как роза средь садов И если в мире вы нашли друг друга То каждое сердце подарить готов В объятиях белоснежной зимней стужи Так важно знать, что ты не одинок И тот, кто будет больше жизни нужен Согреет, словно милый огонёк Поверь, зимою чувства расцветают Любви и снегопады не страшны И в декабре, как будто среди мая Мы снова видим розовые сны Смотрели в окна мы Вели, почернели в глубине двора Сдыхали, снова снег не выпал А ведь пора ему, пора И снег пошёл Пошёл под вечер Он, покидая высоту, летел, куда подует ветер И колебался на лету Он был пластинчатый и хрупкий Я сам собой был смущён Его мы нежно брали в руки И удивлялись, где же он Он уверял нас Будет, знаю И настоящий снег у вас Вы не волнуйтесь Я растаю, не беспокойтесь Я сейчас Был новый снег через неделю Он не пошёл, он повалил Он засыпал глаза метелю, шумел Кружил, что было сил Своей решимостью упрямо Хотел добиться торжества Чтоб все решили Он тот самый Что ни на день И ни на два И сам себя таким считаем Не удержался он и сдал Если он в руках не таял То под ногами тает стал А мы с тревогой всё чаще Опять глядели в небосклон Когда же будет настоящий Ведь всё же должен быть и он И как-то утром Вставши сонно Ещё не зная ничего Мы вдруг вступили удивлённо Дверь отворивши на него Лежал глубокий он и чистый Со всей мягкой простотой И был застенчиво пушистый И был уверенно густой Он лёг на землю и на крыши Всех белизной поразив И был действительно он пышен И был действительно красив Он шёл и шёл В рассветной гамме Под гуд машины Храп коней И он не таял под ногами Становился лишь плотней Лежал Он свежий и блестящий И город был им ослеплён Он был тот самый настоящий Его мы ждали Выпал он А бывает ли много снега Чтобы укрыться от всех хвороб Ах, какая же это нега Навзничь бросится на сугроб Отдохнуть от пыли и грязи В белизну окунуться дней Что рисуют смешные вязи На окошках Грустных людей А в домах-то Несметно скуки Где ж улыбки-то Где смешки Наберите вы снега в руки Да пойдёмте играть в снежки Мы снега построим в горку Замок выстроим изо льда Ах, придумали отговорку Да нам некогда Смехота Эх, какие ещё заботы Когда всё да белым бело Этот снег нам подарен Чтобы встретить радостно Рождество Шёл по лесу Дед Мороз Мимо клёнов и берёз Мимо просек, мимо пней Шёл по лесу Восемь дней Он по бору проходил Ёлки в бусы нарядил В эту ночь под Новый год Он ребятам их снесёт На полянках тишина Светит жёлтая луна Все деревья в серебре Зайцы пляшут на горе На пруду сверкает лёд Наступает Новый год Мой брат Меня он перерос Доводит всех до слёз Я ей сказал, что Дед Мороз Совсем не Дед Мороз Я ей сказал В него не верь Но тут Сама открылась дверь И вдруг я вижу Входит Дед Он с бородой В тулуп одет Тулуп до самых пят Он говорит А ёлка где? А дети разве спят? С большим серебряным мешком Стоит осыпанный снежком В пушистой шапке Дед А старший брат твердит тайком Да это наш сосед Как ты не видишь Нос похож И руки И спина Я отвечаю Ну и что ж А ты на бабушку похож Но ты же Не она Ну вот Ёлка украшена Дело сделано Наташечка, почитаем книжку? Какую-нибудь? Ну давайте почитаем Я вам расскажу стих Мороз, красный нос Не ветер Бушует надбором Не с гор побежали ручьи Мороз воевода Дозором обходит владенья свои Глядит Хорошо ли метели Лесные тропы завели И нет ли где трещины И нет ли где голой земли Пушистый лесосин вершин Красив ли узор на дубах И крепко лескованой льдины Великих и малых водах Идет по деревьям шагает Трещит по замерзлой земле И яркое солнце играет В косматой его параде Забравшись на сосну большую Паветочкам палец и бьет И сам про себя удалую Хвастливую песню поет Метели, снега и туманы Под властной морозу всегда Пойду на моря, океаны Построю дворцы изо льда Задумаю, реки большие Надолго упрячу под гнет Построю мосты ледяные Каких не построит народ Где шумные бурные воды Недавно свободно текли Сегодня прошли пешеходы Обозы с товаром прошли Богат я, казны не считаю А все не скудеет добро Я царство свое убираю В алмаз, жемчуг, серебро Вот таким представил нам Деда Мороза красного носа Русский поэт Николай Некрасов Но он не упомянул одно качество Которое очень любят И знают в Деде Морозе Конечно же дети Самого раннего возраста Какое это качество? За что мы любим Деда Мороза? За то, что он нам подарки и сладости дает Конечно И Полина, наверное, тоже любит подарки и сладости Ну вот поэтому У меня для вас есть два небольших гостинца А Деда Мороза Подарочек со сладостями Вот это он вам передал Ваня и Поля С Новым Годом! С Новым Годом!